Сегодня первый матч. Насколько тяжело первые матчи на турнире и первые матчи на траве? Да, наверное, все-таки то, что первый матч на траве, это сильнее оказывает влияние, потому что покрытие такое специфическое очень, и к нему нужно адаптироваться. Все-таки даже недостаточно просто на нем потренироваться, важно именно сыграть матчи. И оно такое, кто лучше адаптируется, тот лучше сыграет на траве. Вы очень успешны в Париже, в полуфинал. Как бы Вы сказали, это Ваши лучшие полгода в карьере? Если смотреть по результатам, то они примерно похожи на первые полгода до 2018 года, но по ощущениям, конечно, и по тому, как я себя чувствую на корте, по игре, и, конечно, я чувствую себя лучше. Я считаю, что с моей точки зрения, может быть, да, конкретно эти месяцы прошли более продуктивно, скажем так, не только в плане тенниса, но и в плане моего восприятия в общей ситуации. Какие Вы цели ставите перед собой? Я считал, что Вы сказали, что по ощущениям Вы ощущаете себя в топ-10 по игре. Целей рейтинговых у меня нет, потому что я просто хочу играть. Мне нравится то, как я сейчас себя чувствую, и если я продолжу так, то результат придет. И я наслаждаюсь сейчас тем, как идет моя карьера, и просто не хочу сглазить, и поэтому рада просто играть на турнирах и показывать, что могу. А вот на сколько там были сетки в Брюле свои? Я все-таки не смотрю. Я знаю, с кем я играю в следующий матч, и, ну, это будет Катя Александрова или Марина Заневская. Обеих девчонок очень хорошо знаю. Катя только что выиграла турнир, вот. Поэтому в любом случае будет сложно. На траве тоже никогда не знаешь, хорошей у тебя сетка или нет, но я считаю, что нет такого понятия прям хорошая-хорошая сетка, потому что все сейчас играют очень хорошо.